Краснодарский клуб парусного спорта возобновил тренировки на воде. В феврале он был на грани закрытия. Родители молодых яхтсменов начали собирать подписи под обращением президенту. Проблему удалось решить после вмешательства городских властей. Продолжу тему Наталья Ястребова. К байдаркам и каное берега Старой Кубани уже привыкли, а вот паруса здесь впервые. Жадно дышат строптивым юго-восточным ветром. Молодых яхтсменов приютил центр грибного спорта. А в феврале, когда мы начинали снимать сюжет, настроение у молодежи было неважное. Это Эйлинг. У нас их два. Здесь хранятся яхты лазера, оптимисты, у которых группа и паруса здесь. А почему он сейчас пустой? Потому что наш яхтсменов хотят снести. А яхты закреплены, некоторые уже увезли. Прежняя база в прибрежной зоне Краснодарского водохранилища квартировала на земле русымущество. Срок аренды истек еще в 2007 году. И продлевать ведомство не стало. Это оказалось невозможным еще и потому, что на глубине через этот участок проходят очистные сооружения, требующие повышенного режима безопасности. Даже оставшись на суше, спортсмены не отчаялись. Многие записались на плавание и футбол, чтобы держать форму. Такая воля к победе не осталась незамеченной в городском управлении физкультуры и спорта. Сегодня мы наконец-то вышли на воду. Мне это очень нравится. Погода сегодня хорошая. Ветер около 9-10 метров в секунду. Роман Гайбадуллин увлечение унаследовал от отца. Обладатель Кубка Краснодара и призер краевых соревнований отмечают плюсы нового места. Удобные мостики и хорошее течение. По деловому настраивает парус коллега по команде Михаил Щевлинский. На плаву мальчик уже три года и до сих пор ни разу не переворачивался на воде. Самое сложное, по словам бывалых, откренить лодку. Чтобы обуздать ветер, нужно создать противовес, уперевшись изо всех сил на другом краю судна. Ну, во-первых, нужен хороший вес, потому что если быть каким-нибудь легким, то можно и перевернуться. Вообще, я читал где-то на одной яхте, что 30 килограммов – это уже где-то 20% то, что ты не перевернешься. На первую тренировку лодки привезли аж со стадиона «Труд». На базе для них уже определили эйлинги. Решается вопрос с раздевалками для детей. Всего в морском клубе занимаются более 60 яхтсменов в возрасте от 7 до 18 лет. Здесь сумели вырастить олимпийскую надежду Краснодара. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне команда, в составе которой была наша соотечественница Елена Сюзева, вошла в пятерку лучших. Теперь ее успех мечтает повторить подрастающее поколение. Когда яхтсмены снова у руля, появился азарт. Да, они довольны и счастливы, впрочем, как и я, потому что понимаю, что без воды, без выхода на воду, вот все наши труды, которые были до этого, все долгие годы, которые мы там готовились, тренировались, ведь каждый этап подразумевает под собой развитие ребенка, повышение его мастерства. И этот сезон, если он будет потерян, к сожалению, нас выбьет из колеи, мы будем отставать от других городов. Сезон потерян не будет. Больше того, яхтсменам сейчас подыскивают место для собственной базы. Потому что при всех плюсах Старой Кубани для парусного спорта есть и минусы. Маловато простора и глубины мелковаты волны. Создана рабочая группа с учетом всех федеральных структур, краевой власти, городской власти, для того, чтобы найти оптимальное решение. Естественно, для детей, которые занимаются вот таким вот видом спорта, как парусный спорт, для них важно открытое пространство, водная гладь и ветер. Для них это вот такие комфортные условия. Эта группа сейчас в максимально короткие сроки найдет тот участок, который будет интересен. И самое главное, в правоохранительном поле он будет находиться в правильном месте. Правильное место будет найдено в районе хутора Ленина. Но главное, что уже сейчас спортсмены не будут простаивать и смогут оттачивать мастерство под надзором тренеров. Наталья Ястребова, Анастасия Дешина, Никита Пустотин, Артем Тумарь и Юрий Клочинов, телекомпания «Красандар».